МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продукт почти невредимыми причиной для госпитализации женщины стало отравление продуктами горения. Ее приятель убежал в неизвестном направлении, едва оказался на улице. Жилой дом Новаковского, стоящий на улице Тургенева, 28, признан памятником деревянного зодчества в 1993 году. Особняк был построен на рубеже прошлого и позапрошлого веков. Объект недвижимости находился на консервации в ожидании начала реставрационных работ. По словам жильцов соседнего дома, маргиналы самовольно вселились в него более двух лет назад. Тогда особняк с видом на Амур облюбовала устойчивая семейная пара бездомных. Именно их пожарные спасли прошлой ночью. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На улице Павла Морозова в результате столкновения двух иномарок травмы получила 24-летняя девушка. Она управляла «Хонда Эфит», которая двигалась по Павлу Морозову со стороны Шевчука. В качестве пассажиров в машине находились ее сестра и парень. Девушка-водитель намеревалась с левым поворотом выехать на автомобильную развязку, ведущую на проспект. Получается, по этой улице хотели завернуть на левый и вернуться на второй Хабаровск. Вот этот автомобиль прилетел на красный, съемка видеорегистратора у меня есть. Регистратор «Хонды Эфит» показал, как иномарка выехала на перекресток на желтый сигнал светофора. Лишь за секунду до удара по Павла Морозова загорелся красный. Запись оборвалась в тот момент, когда в белую иномарку врезалась «Хонда Цивик», которая приближалась к месту аварии по Павла Морозова со стороны Радищева. Остальные участники аварии остались невредимы. На перекрестке улиц Ленина и Широнова столкнулись две иномарки. Оба водителя были уверены в своей правоте, правда, доказывали ее весьма своеобразно. По словам водителя Ниссана АД, который ехал по Широнова со стороны бульвара, сигналы на светофоре в его сторону менялись так быстро, что он не видел смысла притормаживать перед перекрестком. Для вас какой сигнал светофора? Красно-желтый и загорелся в это время, когда я начал пересекать зеленый. Даже, ну, не останавливался. Вот видите, красный-желтый, сразу зеленый. Я не стал останавливаться, потому что мне бы сразу загорелся зеленый. Я поехал, а они оттуда решили на желтый мигающих, когда не горят, проскочить. Дама, которая управляла Тойотой Калдиной, ехала по Ленину в сторону площади Блюхера. Она утверждает, что зеленый сигнал горел для нее. Даже готова была предоставить запись видеорегистратора. Но оказалось, что после столкновения электронный фиксатор дал сбой, в результате которого файл в нем оказался нечитаемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова